Катерина Олейник Отлично, так открывать мы их будем? По очереди, мне кажется, я хочу начать с зелеменкова Так, давай вообще начнем с того, что такое вообще скраб Да И с чем его едят С чем его едят, я знаю, что они отличаются Да, да, смотри, скраб это вообще самый простой и действенный способ привести свое тело в порядок Потому что благодаря микрочастичкам, то есть эксполиантам, стабирующим веществам, которые входят в состав скраба Мы отшелушиваем роговой слой нашей кожи, омертвевшие клетки, очищаем, естественно, ее И даем нашей коже дышать Напитываем ее благодаря входящему в состав масел и витамина Е В общем, и, конечно, еще и массажируем дополнительно ее Что же являются собой непосредственно вот эти абразивные вещества? Что же это такое? Смотри, это соль, сахар и кофе То есть самые обычные наши? Да, да, они различаются только по степени жесткости То есть самый мягкий, менее абразивный, это, естественно, сахар То есть сахарные скрабы можно использовать для чувствительной кожи Ну, вернее, нужно Он не такой, как бы, отозименный, не такой жесткий, как все остальные А по воздействию сам сахар, вот как он влияет на кожу? Он отшелушивает как раз-таки вот роговой слой Я так понимаю, в процессе применения он растворяется? Конечно, да, да, ну как сахар Горячая от горячей воды, конечно Все скрабы, то есть все и соль Ну, естественно, только кофе не растворяется у нас Но оно достаточно мелкое, поэтому забивать раковины и душевые кабины не будет Какой же у нас здесь представлен именно из сахара? Вот, это у нас, значит, сахарный скраб Тут и фрукти Ух ты Значит, состав этих скрабов Ну что, я извиняюсь, что я тебя перебиваю Это просто неимоверный волшебный запах Его хочется съесть, на самом деле Если бы камеры могли передавать, я вам хочу сказать, дорогие телезрители, это очень вкусно Так, значит, смотри, здесь входит сахар, масло виноградной косточки, масло миндальной косточки и витамин Е То есть регенерация и обновление, как всегда, в нашей косметике есть Конечно, конечно, значит, эти масла, они довольно-таки питательные Опять же, они не комедигенные, то есть они не будут забивать поры Кожа наша будет продолжать дышать Они будут очень хорошо увлажнять кожу, напитывать и делать ее мягкой и красивой Вот ты сказала, что сахар, соль, это, я так понимаю, с соли у нас Да, значит, следующее у нас скрабик солевой Попробую угадать, что это за запах Я чувствую лимон или лайм? Лайм Лайм Ладало, да Тоже очень вкусно, я хочу сказать Но вот такая приятная горчинка немножко есть Ну, как правильно А чем же отличается, то есть, допустим, ты говоришь, что сахарный можно применять для чувствительной кожи Вот, соль, к кому лучше выбрать соль? Смотри, для всех типов кожи мы используем, ну, мы можем использовать эти скрабы То есть мы выбираем их как по запаху, как по вкусу То есть, ну, конечно же, более абразивные скрабы подходят для более жирной кожи Так как у них повышена жирная кожа, повышена секреция потовых и сальных жировых желез Поэтому, естественно, нужно больше эту кожу отшелушивать Потому что то, что выделяется этот весь пот и сало Потом на него налипает пыль, грязь и образуется такая пленка Просто кожа, ну, не дышит Поэтому, вот, как раз, самое главное преимущество скраба в том, что мы даем нашей коже дышать Поэтому преимущество, конечно же, для, значит, более абразивный скраб для более жирной кожи То есть, как можно менее, у кого менее жирная кожа, может уже брать более такой лояльный, так скажем Да, ну, в принципе, и для сухой кожи так же мы можем использовать и солевой скраб Скажи, пожалуйста, а вот тот состав ароматических средств, так скажем, масел, он влияет? То есть, соотношение должно быть какое-то? Можно ли применять, допустим, только к составу солью определенные масла? Или же можно абсолютно любой аромат и вкус сделать с любым составом по скрабу абразива? Да, значит, состав в этих скрабах по маслу у них одинаковый И по соотношению, и по... То есть, только самообразивы отличаются? Только самообразивы, да, отличаются эти масла Еще раз повторю, они поры не забивают Поэтому, как раз для жирной кожи и для сухой их можно использовать Они легко впитываются, жирной пленки не оставляют И, конечно же, меня интересует кофе Он, я так понимаю, вообще не требует никаких ароматических средств и чего-либо Нет, открывай Я открываю кофе, у меня такая... Утренний, утренний скрабик Это наверняка отлично принимать с ним рано душ Да Ребят, я хочу в душ, хочу домой, хочу в душ с кофе и хочу чашечку кофе Это единственное, что вызывает этот запах Я хочу сказать, что все три аромата, ну, просто восхитительные Спасибо большое Этот скраб, я так догадываюсь, мы можем, наверное, и для лица даже применять Или же есть разница четкая для тела скраб и для лица Вот смотри, это скраб... Если кто-то увлекся в душе Вот смотри, как раз мы так выстроили, знаешь, как по градации Это у нас самый нежный скраб, то есть сахарный Он подходит для чувствительной кожи Далее у нас идет более такой абразивный скраб Это вот как раз из морской соли скраб Вот он немножечко более жесткий Следующий скраб кофейный, он уже состоит из сахара и соли, и из молотого кофе Такого среднего помола То есть он достаточно такой, более, он, наверное, самый абразивный за счет того, что кофе он будет очень хорошо отшелушивать кожу Поэтому если для лица кто-то хочет использовать его, опять же повторюсь, если кожа нечувствительная, то можно использовать сахарный скраб Можно использовать сахарный Еще такой вопрос, в холодное время года, сейчас у нас холодно, насколько часто можно применять скраб и насколько безопасно? Да, это очень важный вопрос, потому что многие люди думают, что скрабом можно пользоваться каждый день Я как произведитель, конечно, я бы не против вам Написала бы мне каждый день На самом деле это шутка, скрабом можно пользоваться не чаще двух раз в неделю Это как для сахарной чистой кожи, для более жирной, конечно же, как я уже сказала, чтобы очищать этот толстый налет такой от этого всего пыли-грязи Можно использовать немножечко чаще, ну совсем немножечко В принципе, оптимальное как раз значение это два раза в неделю, не чаще Что нужно сделать после того, как мы вышли с душа и попользовались скрабом? Молоко, молочко это либо крем, что лучше применить? Вот это очень хороший вопрос, да, потому что мы как раз очистили нашу кожу, теперь она готова впитывать все полезные вещества Вкусные ароматы Да, да, поэтому как раз после нанесения скраба, после как раз активного скрабирования мы можем наносить уже все полезные вещества То есть кремушки, молочко, да, все, что питает, увлажняет витаминки Опять же, в соответствии от своей кожи Да, показания, конечно, но жирную кожу также нужно увлажнять, то есть если, ну, просто это нужно правильно делать У меня вот еще такой вопрос, ты к нам приходишь, всегда показываешь всякие вкусные вещи, где, возможно, кто-то из наших телезрителей заинтересовался, где они могут найти тебя, чтобы узнать, приобрести, допустим, скраб либо какое-то молочко Танюша, ты прям в точку, мы только выставились в шоуруме Корица, шоурум украинских брендов То есть смело могут приходить Да, да, да Находится на Светской, чуть ниже Никольской улицы, не помню, какой там, соборная, вернее, соборная какая-то там Ну что, спасибо тебе, Катюш, за такую просто, я еще раз повторюсь, очень вкусные запахи, я стою и балдею на самом деле А нашим телегричам я бы хотела нагадать, что у нас была Катерина Олейник, эксперт с эко-косметики